Здравствуйте, подписчики, зрители. У нас опять надо с нами. Хорошая, хорошая, хорошая девочка. Всё хорошо, всё хорошо. Нет, 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 на-на-на-на-на. Успокойся. Лежи, отдыхай. Всё, всё хорошо. Идёт, идёт, идёт. Да нет, нет, нет. Твой этот самый. Пуповинка. Ну всё, всё, всё. Ты так прыгал у меня. Ты шёл. Всё хорошо твои, твои. Слышите, они так идут, выходят. Я, наверное, институционно не буду. Пока нормально всё. Если... Включено, да? Да. Значит, ребят, смотрите, опорос начался буквально час назад. Ну, ориентировочно минут 40, может, не больше. Поросята выходят, в принципе, достаточно часто. Я просто посмотрел, это перватка свинка, а поросятки очень крупные. Я немножко запереживал, думал, окситоцином уколоть. Но смотрю сейчас где-то раз в полчаса, а то и быстрее выходит поросёнок. Это нормально. Думаю пока... Думаю пока и... К тому же уколик, чтобы упростить её. Не уколи, наверное. Не хочу смотреть, чтобы научилась. Значит, есть препараты лекарственные, так называемый окситоцин. Он используется... А, там где-то баночка. Сейчас, покажи на камеру. Он используется и у людей в этом самом... В природах. Ну и, соответственно, у зверей. У наших свинок. Ты так машешь лапами, ты шо, каратистка? Они у тебя уже раз пять летали. О, оглушены все. Значит, колоть надо где-то пять кубов на свинку до двухсот килограмм. Свыше двухсот, наверное, побольше надо должен. Пять кубов мы введём ей за ухом, наверное. Хотя можно и в ягодицу уколоть. Это у нас... Ну, не знаю, эту кожу проколю, не проколю. Всё, всё, всё. Хорошая, хорошая. Свинка адекватная, не кидается на меня. А то у нас там была одна дурбетсона. Короче, препарат расслабит мышцы матки и позволит родам пройти проще, скажем так. Но использовать тоже нельзя его колоть просто так от балды. Надо дождаться, пока начнётся опороз. Ну, то есть... Лучше брать в большой расфасовке, потому что тот, который на один укол, он чаще всего качество не фонтан. То есть он никак, ничем не поможет. То есть он никак, ничем не поможет. Уколчик первый можно сделать, допустим... Ты показываешь? Хорошая девочка. Угу. Хорошая девочка. Всё, 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 всё. И уколол... Пять кубов мы и загнали сейчас. И вот он начинает действовать буквально моментально. Ну, там буквально две-три минуты, и вот уже он должен подействовать. что еще ну пока мы присутствуем поможем свинке она себя ведет адекватно не кидается нас не ну не как бы не нервничать просто большие плоды ну просятки большие я из-за этого немножко переживаю окситоцинчик поможет ей родить она и будет гораздо проще все происходить у нее присосался этот присосался уже нашли свои сиськи все в принципе окситоцин колем после того как уже роды начались в идеале что пошел первый поросенок вышел слишком рано колоть нельзя но не желательно можем промазать и у кого до того как начнется у нее родовая деятельность ну как бы вот она вела себя уже двое или трое суток вот так у нее лежит не ест но ты вообще учащих просил уже вот сегодня чем в обед видите молоко видно молоко поступило молочко уже прям видно было хорошо видно было часа четыре назад а вот порос начался буквально минут сорок да где то так ну когда я зашел вот окситоцином особо не надо там махать и колоть всех кого только увидим а уже в процессе когда опорос начался роды начались тогда как помощь он будет отлично раньше времени можем хуже только сделать поэтому сильно там его не это после родов окситоцин очень хорошо можно использовать если роде тяжелые были но долго шли время там свинка очиститься не может вот он поможет и очиститься там и все вот эти вот послеродовые процессы завершить он поможет тоже можно использовать по дозировке я сейчас уколол допустим через полчаса минут сорок можно повторить укол я надеюсь у нас в принципе опорос идет нормально то есть она сама просится синка и качестве помощи больше большей степени для моего успокоения справляется на ман я думаю понятно с используем если будет какие-то сложности мы еще что-нибудь доснимем